Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь учеником Седуемо власть наступати на змею и на скорпию и на всю силу вражию, и не чисо же вас вредит. Абачиосем не радуйтесь, якодуси вам повинуются. Радуйтесь же, яко имена ваши написана суть на небесе. В той час возрадовайся духом Иисус и рече. Исповедуйтесь, Отче, Господи небесей земли, Як утаилась и сия от премудрых и разумных, и открылась и там младенцем. Ей, Отче, як атака бысть благоволение пред тобою. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня суббота, 8 декабря. И мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 10, с 19 по 21 стих. И сейчас давайте с вами откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как звучат они на современном нам языке. «Сказал Господь своим ученикам, «Съедуя вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражи, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Такие евангельские строки сегодня мы с вами слышим. Господь посылает учеников своих на проповедь, посылает их по двое в разные города, селения, в большинстве своем туда, куда сам намеревался прийти. То есть здесь дает урок, урок слова, дабы они уже приготавливали себя к тому труду по благовествованию Царства Божия, который предстыд им после Дня Святой Пятидесятницы, после сошествия с того духа. И мы с вами помним из Евангелия, что посылая их Господь дал им силу и власть, дал силу исцелять болезнь и власть прогонять бесов. То есть здесь же видим такое действие всесильной благодати Божией. Да, это еще не было то обилие совершенства даров, которые они получили во время сошествия Духа Святого на них. Но это здесь уже было явлено, это сверхъестественное явление сил Божьей в людях. Здесь уже показ приоткрывается, что человек способен быть наполнен благодатью Божией, он способен быть и с Богом вместе. Потому что где благодать, там и Бог. Благодать, да, или как об этом говорит наше с вами православное богословие, божественные энергии, это то, через что Бог являет себя в мире. Потому что Бога по существу не понять, не принять не может никто из тварных существ. Бога мы воспринимаем через Его энергии, через Его благодать. Так вот и здесь. Здесь они уже соединяются с Богом. Пусть еще соединение, так скажем, оно не абсолютное, потому что абсолютное соединение с Богом, он человек, возможно, до обожения уже, наверное, после воскресения. Но вот здесь вот души их и силы их, они получают вот этот дар. И вот апостолы идут и говорят о Христе, возвещают приближившись к Царству Божию, говорят о покаянии, как о необходимом условии для вхождения в Царство Божие. Потому как только через покаяние человеческая душа способны принять то благое иго Христова, принять Господа как владыку своего, смирившись перед Богом, пожелав быть вместе с Ним уже всегда до скончания веков. Вот апостолы видели, что всякое призывание имени Господа, оно имеет величайшую силу. Силу исцелить болезни одним только словом, силу прогонять вот этих вот безжалостных тиранов и владык человечества, бесов. Говорят же святые отцы, что до пришествия мира Спасителя вот этих явлений беснований было очень и очень много. Что демоны владели людьми. Да, они могли владеть душой, потому что душа на руках Божьих. Вот это вот насилие над телом, оно было очень часто. И вот здесь для людей это ещё как подтверждение было очень важно видеть, что приходят ученики Христовы именем Иисуса Христа, прогоняют этих бесов, и те ничего сделать не могут. Совсем ничего. И вот сегодня мы с вами читаем и слышим о том, что возвращаются они, апостолы ко Христу, и с радостью говорят тому, что да, что учитель, вот то-то и то происходило, а имени твоим мы сгоняли бесов. Как говорит об этом блаженный Феофилак Болгарский, здесь показывается, что это смиренно мудрее апостолов. Они ни в коем случае не приписывают заслугу себе, что вот мы там потрудились, да, мы постарались, мы изгнали бесов. И они говорят, что учитель, о имени твоём исходят бесы. О твоём имени. И мы лишь только скрутостью и, так скажем, с ликованием свидетельствуем об этом. И вот Господь им говорит, вот и вам власть наступать и на змеи, и на скорпионов, и на всю силу вражию. Сила вражия — это бесы, да, это всё, что связано с ними, это всё зло. Вот это их действие, действие на человека, действие на сердце человека. Это все грехи, это все страсти, всё это здесь можно назвать вот этим. Ну, как здесь ещё толкуют отцы, скажем, да, что говорят, что змея, например, она жалит открыто, да и нападает открыто, это подобно страсти, там, скажем, страсти чревогодия или страсти блуда, которая так вот через внешнее что-то на человека нападает. Да, скорпион, он нападает незаметно, да и будучи сам чем-то небольшим. Да, и жало у него как-то так вот, оно скрытно. И вот здесь, как говорят отцы, и подобные страсти, там, скажем, гнева или там тщеславия, уныния, они нападают на человека незаметно, а порой без каких-то внешних обстоятельств. Вот здесь вот спасители говорят, что вам, ученики мои, соответственно, да и вам, христианам, даётся вот эта власть. Почему-то и говорят о том, что человек до крещения не может не согрешать. Не может. А после крещения он уже может не согрешить. То есть вот, а что это, как это понять? Получается, в крещении, в миропомазании, мы с вами получаем силу, силу над всяким злом. Если бы мы с вами жили внимательно, жили вот ответственно в этом плане, то никакой бы грех никогда не коснулся нашего сердца. Такие примеры они описываются в тренинг-патериках, скажем, в частности, в Отечественнике, вститле Игнатия Брянчининова. Есть вспоминания о том, что вот там-то, там-то жил монах, который после крещения ни разу не согрешил. Всё, больше ничего не написано о нём, а больше не надо ничего знать. Потому что там подтверждение вот этому, что он получил власть наступать на змей-скорпионов, получил власть попирать всякое зло, и всё. И он ни разу не предал Бога, он всегда был верный, всегда побеждал. Но смотрите, дальше Господь говорит, однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. То есть здесь призыв к тому, что да, конечно, да, здорово в зло побеждать, но не это же самое главное. Что самое главное-то другое, самое главное вот это возможность быть с Богом вместе. Не то, что до бесов изгнали, вроде и всё теперь. Нет, самое главное. Для чего от зла он должен освобождаться? Для того, чтобы с Богом быть. Кстати, вот здесь вот нам открывается и напоминается та ошибка, которая бывает у нас у христиан. Очень часто у нас покаяние, да, скажем, борьба с грехом выглядит каким образом? Мы пытаемся вот греху сопротивляться, там, бороться с грехом. Всё это правильно. Мы каемся, да, исповедуемся, получаем прощение от Бога. И всё. И на этом останавливаемся. То есть, получается, мы попрали силу вражию, а дальше не идём. То есть, а дальнейшее вот это вот стремление к Христу, укрепление себя вот именно в Боге, почему-то не происходит. От этого зачастую мы к старому-то возвращаемся, потому что нового себе не усвоили, в новом себе не воспитали. Вот Господь говорит, что да радуйтесь тому, что имена ваши написаны в небесах. Вот это самое главное. Вот к чему должны стремиться ваши сердца. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю тебе, Отче, Господа, небо и земли, что утаил си от мудрых и разумных, и открыл младенцам». Но здесь под мудрыми и разумными, вот буквально, если вспоминаются, фарисеи и их ученики. Фарисеи называются мудрые, потому что себя учителями считали, учили, да, как будто имеют мудрость. А разумные их ученики, которые вроде бы имеют разум слышать своих мудрых учителей. То есть это, конечно, можно в кавычки поставить, потому что доколе они себя считают мудрыми и разумными, да то ли они и не могут принять в эту простоту учения Христова. А те, кто подобен младенцу, своей простотой, своим сердцем, своей вот этой вот какой-то бескорыстной любовью к Богу, тому вот это открывается, бездонный океан силы Божьей, любви Божьей. Ей, Отче, говорит Господь, ибо такое Твое было благоволение, то есть вот в чем воля Твоя исполняется благая, чтобы именно вот так вот оно было, вот так спасение происходило. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Луки, 10 главу, 19 по 21 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы.